Окей, я в прямом эфире. Благодать, милость, мир да преумножиться вам, возлюбленные. Сегодня поговорим об истинном Евангелии, что это означает в противоположность концепции МакАртура, которую он вновь и вновь продвигает. Вот такая цитата, она гуляет по Фейсбуку, гуляет по интернету. Я столкнулся и с... уже в русском переводе, и английский оригинал говорит то же самое. Цитирую. Это говорит Джон МакАртур. Истинное Евангелие — это призыв к самоотречению, а не зов к самореализации. Еще раз. Истинное Евангелие — это призыв к самоотречению, а не зов к самореализации. На английском оригинале звучит таким же образом. То есть, согласно Джону МакАртуру-младшему, благая весть, Евангелие — это означает, благая весть, или же радостная новость состоит в призыве к самоотречению. Он говорит, Евангелие — это призыв к самоотречению, к самоотвержению. Отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мной. МакАртур говорит, вот это есть радостная весть, а не призыв к самореализации. Разумеется, со второй частью этого утверждения мы абсолютно согласны. И я прочитал по контексту, это с какой-то его работы или проповеди, есть в интернете. А контекст вот этого высказания, он там опровергает, разумеется, популярное харизматическое шарлатанство, так называемое Евангелие процветания. Что если ты провозглашаешь богатство, то ты будешь богатым, Бог хочет, чтобы ты был всегда здоровым, никогда не болел и имел кучу денег, как это проповедуют шарлатаны типа Ледяева и прочих сумасбродов, прикрывающихся библейской терминологией. Оставим харизматических шарлатанов. Разумеется, истинный Евангелие — это не призыв к самореализации, как то говорит Джоэл Остин или там прочие. Но истинное Евангелие — это и не призыв к самоотречению. Истинное Евангелие не является призывом к самоотречению. Истинное Евангелие вообще не является призывом к чему-либо. Удивляет и шокирует, почему так много людей цитируют, очевидно, с одобрением, с удовольствием, как бы с чувством такого примера или же превосходства, цитирует и продвигает эти цитаты МакАртура. И вот здесь, наверное, феномен того, что слова от их частого употребления имеют тенденцию затираться. Или же лукавый делает таким образом, что тяжелеет уши, а слова, которые сами по себе употребляются, но как в русской пословице «слышал звон, но не знает, откуда он» или «что это», так и со словом «Евангелие» — это настолько часто употребляющееся слово и концепция, в особенности среди евангеликов, евангельских христиан, все думают, что они понимают, что есть Евангелие. И более того, что когда мы перекидываемся такими словами «Евангелие», 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 «То Евангелие», «Это», что все мы согласны в базовом значении слова. Но получается так, что если люди цитируют с одобрением, и если такие маститые, именитые, звездные проповедники, как Джон МакАртур-младший, авторитетно говорят, что «Истинное Евангелие» — это призыв к самоотречению, и тысячи, если не сотни тысяч людей с удовольствием это цитируют, то возникает вопрос, что люди не понимают, что есть Евангелие. И нам вновь нужно возвращаться к основам, потому что хуже всего, если мы предполагаем, что люди все понимают, что есть Евангелие, но на самом деле остаются слепыми к азбучным истинам христианской веры. Итак, что есть Евангелие? Евангелие, как, разумеется, возможно, многие хорошо знают, это из греческого «Евангелеон», что означает «радостная новость» или же «благая весть», как у нас привычно, «благовествование». Евангелие, благовествование — суть одно и то же. Итак, это какая-то радостная новость, сообщение. Что же это за весть радостная? В чем она состоит? И тут мы сразу понимаем, что если это некая весть, сообщение, то это передача информации, в первую очередь. Соответственно, когда люди говорят, что Евангелие — это призыв к самоотречению, это неверно, потому что сама по себе информация, она о чем-то. То есть, это посыл, который должен что-то рассказать. Весть. О чем же эта весть? Это радостная весть о личности и подвиге Иисуса Христа, Сына Божьего. Евангелие по совокупности библейского свидетельства и всего откровения Божьего, данного в Святых Писаниях. Это весть, информация, сообщение о личности и подвиге Иисуса Христа, Сына Божьего. О том, что Бог совершил для людей своих через Сына Своего Единородного. Это есть Евангелие. Евангелие само по себе не содержит, не является, вернее, призывом к чему-либо, к самореализации либо к самоотречению. Существует призыв Евангелия каяться и веровать в Евангелие. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные», говорит сам Господь Иисус. Он зовет, на самом деле, призывает грешников к покаянию, но не самоправедных, а грешников, которых он пришел, чтобы спасти. Но это не является сутью Евангелия, сутью радостной вести. А теперь подумайте об этом вот с такой стороны. И будет всем легко очень понять. Когда люди говорят, что истинная Евангелие – это призыв к самоотречению, каким образом это может быть радостной вестью, радостной новостью для тех, которые не способны полностью исполнить даже человеческие требования, не говоря уже о требованиях Святого Божьего Закона. Сколько раз в своей жизни вы и я, вы знаете, о чем я говорю, и в сердце своем вы это знаете. На самом деле нет лукавства в духе у тех, кому прощены грехи, потому что они знают, это азбука Евангелия, что все мы согрешили. Мы согрешили по состоянию, по факту, в мыслях, словом и делом, неисполнением долга, нарушением заповеди, отступлением от путей Божьих. И даже если взять нашу гражданскую жизнь, когда мы были малы еще, когда мы учились или только начинали работать, сколько раз мы наталкивались на требования, которые предъявляли начальники наши или родители, которые мы не в состоянии были исполнить. И когда нам говорили, смотри, за непослушание будет то-то и то-то, и мы внутри себя съеживались, потому что внутри себя знали, что мы не дотягиваемся даже до тех требований, которые предъявляют люди, человеки, смертные. как порой трудно исполнить все требования притязательного родителя или же требовательной матери, или же, опять же, коллег по работе или начальствующих. Мы все знаем, что нам порой трудно и фактически мы не дотягиваемся. И вот если ко всему этому и к тому, что мы читаем в заповедях, когда приходит Дух Святой и укоряет и обличает нас во всех отступлениях от заповедей. И как Яков говорит, что согрешивший в одном становится виновным против всего закона. И заповедь, которая является духовной и обширной, когда она приходит в силе, показывает, что мы желаем противного Богу. Как Павел говорит, я жил некогда, но пришла заповедь, и я умер. И он говорит, я не знал бы, что значит, не пожелай, если бы закон не сказал, не пожелай. А поскольку в сердце у нас сгнездится много разных желаний, помыслов, то мы по этой причине виновны. И вот в этом состоянии, если кто приходит и говорит вам, а вот тебе радостная весть, ты должен отвергнуть себя, отречься от себя, оставить все, желательно продать свое имение, раздать нищим, и идти, следовать за кем-то, каким образом это является радостной вестью. И является ли это радостной вестью, если мы по природе своей не хранители обещаний, не исполнители обещаний, а нарушители обещаний, и мы согрешили. И все те, кто веруют в Иисуса Христа, они это знают. Иначе зачем им нужно было бы и надеяться на того, который понес грехи их. То есть это азбука Евангелия. Обязанность и требования не могут быть частью радостной вести для сетующих, для бездоленных, для нищих духом, для труждающихся и обремененных грешников, которые не в состоянии исполнить требования закона. И даже человеческие требования не исполняют постоянно так, как от них ожидает это начальство. Теперь обратимся, собственно говоря, к Святому Писанию, что само Писание говорит о сути благой вести или же радостной новости. Обратимся сейчас к 52-й главе пророка Исаии, который называет евангельским пророком, и не без причины на то, потому что это одна из самых ярких пророческих книг Ветхозаветного Откровения, где Христос настолько ясно представлен, что многие богословы и толкователи называют это Евангелием от Исаии. 52-й главе Исаии написаны следующие слова, среди прочего, седьмого стиха, «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовестующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой». Знаете, этот стих часто даже цитируют и повторяют, он считается красивым, прекрасным, он и есть прекрасен, «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовестующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой». Из одного этого утверждения мы можем извлечь несколько истин, которые помогают нам в понимании, что есть благая весть. Здесь говорится о благовестнике, который стоит на горах. Я верю, что это сам Господь Христос, который встал на горы. Он есть тот самый сильный, он победил мир, он есть благовестующий Сиону всей совокупности избранных людей божьих, он возвещает мир. То есть благая весть, радостные или же хорошие вести состоят в том, что мир, он проповедует мир дальнему и ближнему. Мир, в котором мы очень сильно нуждаемся. Примирение. Совершенный мир, который он совершил сам. Ревность Господа Саофа сделает это. Не было помогающего ни одного. Один первосвященник входит в Скинию в день искупления и никого более там нет. Он один совершает это. Ибо какое было бы поношение на имя его, он сам это совершает. Не ради вас я это делаю, краснеетесь и стыдитесь дом Израилев. Но ради имени своего он совершает это и он благовествует. Он передает эту блаженную информацию. Благовествует мир, благовествует радость. То есть эта радостная весть действительно состоит в радости. В чем же она? И еще это спасение, проповедующее спасение. Мир, радость, спасение. И эти понятия настолько глубоки, что мы не сможем сейчас даже процарапать поверхность библейского откровения. Но все это касается личности и подвига Иисуса Христа Сына Божьего, в котором есть спасение. И ни в ком ином нет спасения, и нет спасителя, кроме него, нет другого имени данного человека под небом, которым надлежало бы нам спастись. По заверению Петра, проповедующего спасения, говорящего Сиону, воцарился Бог твой. Вот здесь это само высказывание, это то, что он говорит Сиону. Сион представляет здесь совокупность сетающих, безутешных, кротких, нищих духом, овец, которые до времени без пастыря, то есть совокупность всех людей его, которых он должен спасти, ибо таково имя его, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Вот это люди его, и есть тот самый сион, духовно так обозначаемый. Воцарился Бог твой. И этот сион, который слышит это, он должен возрадоваться, потому что в этом радость, мир радости спасения, в том, что воцарился Бог твой. Это, согласно Исаии 52, 7, есть суть благой вести, что воцарился Бог твой. Вы скажете, ну, Бог, во-первых, Он Бог есть, Он всегда царствовал и будет царствовать вовеки, и в чем же здесь радостная весть? Это истина? Бог есть Царь Вечный, Он есть Бог Вечный, Он не изменяется, Он правил раньше, Он правит сейчас, Он будет править. В этом смысле Христос, поскольку является точным образом ипостасию Бога Вечного, Он вчера, сегодня, во веки один и тот же пребывает вечным Богом. Но когда говорится воцарился Бог твой, здесь передается нечто, воцарился когда по воскресению из мертвых Христос истинно должен был пострадать и так войти в славу. Он воцарился по воскресению из мертвых. Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих подножия ног твоих. Царя помазали над горою Сион. Это происходит воцарение его по его смерти и воскресения. Почему и написано, что он, совершив с собой очищение грехов наших, воссел одесную величие на высоте и теперь ожидает когда враги будут положены под ножи ног его. Первая глава послания к евреям. Он воссел. Об этом идет речь. Воцарился. Еще само выражение Бог твой. Насколько это богато учешением для людей, которые возложили всю надежду на Бога во Христе. Одно дело сказать, ну воцарился Бог или правит какой-то Бог, является ли это радостью или спасением, точно не для тех, кто не может сказать, что это мой Бог и мой Господь. Это что-то личное. Речь идет об особой группе людей, которые могут сказать, это наш Бог. И когда им говорят, воцарился Бог твой, то есть тот, на которого ты уповал, на которого ты надеялся, что он принесет избавление, которого убили. И вот уже третий день. на ком было твое тчание, что он принесет утешение Израилю. Этот самый Бог воцарился. Бог твой воцарился. Это весть о воскресении из мертвых. А если это весть о воскресении, значит, это весть о смерти. Воцарился, это означает, это тот, который прежде не шел, чтобы достичь глубин земли. Это тот, который прежде оставил, который родился под закон, от жены родился под законом для того, чтобы искупить под закон их ценой своей смерти. Пролитие крови, положив душу свою за овец своих, за друзей своих, за людей своих, для того, чтобы искупить их. И вот это должно проповедоваться, это благая весть, не повеление. Повеление каять и веровать в Евангелие является частью после того, как возвеститься с самой Евангелия. Призывается веровать те, кто должны призываться, то есть труждающиеся и обремененные. возвещается эта благая весть нищим духом и говорит придите жаждущие. Но призыв придите жаждущие не является самой информацией, которую они вначале должны услышать, а благая весть состоит в том, что Бог совершил. Не вы совершили, и не то, что вы должны сделать, или должны были бы сделать, но не сделали. Как если бы была в нас какая-то верность, или какое-то благочестие, или что-то, что мы могли бы дать Богу наперед, чтобы Он был вынужден нам воздать. Но все от Него им и Ему Он является центром всего. И здесь также поэтому говорится, что воцарился Бог твой. здесь здесь много можно сказать проповедей. Это речь идет о сути Евангелия. Пройдем немножко дальше, прочитаем здесь стихи следующие. Он говорит дальше, «Голос сторожей твоих». Они возвысили голос и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Здесь непосредственный контекст, разумеется, это возвращение плена Израиля, которое будет исполнено в качестве своего первого исполнения возвращения народа после плена и восстановления храма Зарававеля, после того, как исполнятся дни их изгнания, по пророчеству Иеремии. Но по-настоящему и в полноте своей пленников возвратит и выпустит на свободу Христос. Он есть тот, который совершит исход и в Иерусалиме, когда он соберет всех детей своих. Это совершит Иисус Христос. Господь возвращается в Сион именно в Иисусе Христе. Торжествуйте, пойте вместе развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой искупил Иерусалим. Утешил Господь народ свой искупил Иерусалим. Эти две вещи идут вместе. Утешение в искуплении. Искупление является утешением вечным. Нет утешения, если нет искупления. Это не просто погладить поголовки сегодня, а завтра послать в ад. Это не просто послать лучи солнца сегодня в так называемой общей благодати, как некоторые называют вот эту общую благость. Нет. Это утешение вечное. Это искупление. Потому что Господь истинно искупил Иерусалим ценою крови Сына Сво Единородного. Поэтому радость спасения благоверствуется. Воцарился Бог твой. В этом суть благовести. Если бы это было недостаточно, это далеко не единственное место, разумеется. Пойдем в новозаветное место, которое соответствует, и оно наиболее ясное из всех, которые можно было бы представить, потому что Павел напоминает Евангелие, которое благовествовал Коринфянам. Напоминаю вам, братья, Евангелие. И в этом напоминании, если вы обратите внимание, нет ни одного призыва, как ложно говорит Маккарто. Никаком самоотречении здесь речь не идет. Потому что Евангелие, которое благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь, преподаны и удерживаете, так как я благовествовал вам, не внимая иным благовествованием, а именно апостольской вести, ибо я первоначально, то есть как нечто самое главное, первоначально, первой важности, преподал вам, что и сам принял, то и что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, то есть он излагает факты, так называемое объективное историческое Евангелие, сообщение о личности и подвиге Иисуса Христа, это Евангелие. Сегодня так много церквей, целый дисплей различных религиозных организаций, которые притязают на то, что проповедуют Евангелие, и когда они устраивают евангельские сборища, или же евангельские собрания, или же какие-то специальные показы и сценки, это все, что угодно, только не Евангелие, согласно пророк Исаии, и не Евангелие, согласно апостолу Павлу. Это личные свидетельства, это какие-то призывы, это какие-то мотивационные спичи, как у забыл имя этого, он на Украину приезжал несколько лет назад, Ник Вучич, все эти мотивационные речи и так далее, все это не является Евангелем. Напоминаю вам, братья Евангелие, которое я благовестовал вам, наша обязанность, как проповедующих, так и слышащих, держаться истинного благовестия, которое мы спасаемся. Это Евангелие касается того, что совершил Бог во Христе. Призывы же, которые присутствуют в Писании, которые, конечно же, есть, и сам Господь говорит о них, что всякий, кто хочет следовать за мной, отвергни себя, возьми крест свой, они есть, они направлены к ученикам, они поправляют неправильные земные представления о Царстве. Интересно, что обратила внимание даже и одна сестра моего внимания, об этом я тоже думал, что в Матвей 16 главе, где, например, содержится призыв к самоотречению, на который ссылается Макартур, 24 стих, «Тогда Иисус сказал ученикам своему, если кто хочет, идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Призыв этот есть. Опять же, он не является частью, собственно говоря, Евангелия, которая касается того, что Бог сделал, но это направлен призыв к ученикам и к тем, которые последуют за Ним, как те, которые уже оставили и стоят как бы на перепуте. Посмотрите эти ученики в контексте здесь, когда говорит Иисус эти слова. Он выше, начинаем вместе с 16 главу, он говорит, «За кого почитает меня народ?» Спрашивает он учеников своих. И разговор именно о разномыслии в плане того, кем является он, Сын человеческий, кто же он. Одни говорят пророк, другие или и так далее. Кто-то говорит, что Иоанн креститель, он говорит, «Хорошо, за кого вы меня почитаете?» Симон же Петр отвечает, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». После этого Иисус делает это знаменитое признание. Он говорит, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, ибо не плоти кровь, открыли это тебе, но Отец мой сущий на небесах». Я говорю тебе, ты, Петр, на всем камне, я создам церковь мою и врата ада не одолеет ее, и дам тебе ключи от царства и так далее, свяжь. И после этого Иисус говорит, запретил ученикам своим после этого, чтобы никому не сказали, что Он есть Иисус Христос. Он не дает им раскрывать свою истинную сущность, потому что это должно было дойти еще время, надлежало ему пострадать, не должно было быть вот этому широкому возвещению, потому что надлежало исполниться всему, чему, всему, что было написано о нем. И Иисус говорит, с этого времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убитым и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему. Петр начинает с ним спорить, он говорит, будь милостив в себе, Господи. Но подумай о себе, да не будет этого с тобой, что ты, может быть, ты как-то вышел из себя, как говорили в древности, может быть, ты слишком перевозбудился или перегрелся, да не будет этого с тобой, потому что ты, конечно же, давно обещанный и ожидаемый Месси, и ты воссядешь в Царствие Своя, и мы одесную тебя, и кто будет больше в этом Царстве, потому что ученики, помните, постоянно спорили, кто из них больше в Царстве. И тут Иисус именно для того, чтобы противостоять вот этому земному, я бы сказал, премиленаристскому, диспенсационалистскому пониманию Царства, как о нечто плотском, географически локализованном, временном, в городе в пыли, на престоле и так далее из материалов, он говорит о другом. Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. все мы хотим земного счастья. Жить долго, желательно безбедно, без проблем и так далее. Это то, что обещают харизматы. А если у тебя есть вера, то ты будешь так и жить. И именно в ответ на это Иисус говорит, отойди от меня, сатана. Он называет того, которому не плоти кровь, но только что Отец мой, сущий на небесах, открыл это. Он говорит, ты сатана, потому что ты противишься, ты противишься цели Божьей, потому что моя цель взойти в Иерусалим и пострадать, отдать жизнь свою для искупления многих. В этом царство. Тогда воцарится Бог твой. Петр этого не знал. И Иисус именно в этом контексте говорит. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Много говорят люди о кресте как орудии смерти взять крест свой. Наше каждодневное умирание состоит не в том, чтобы мы должны носить вериги или носить нательный крест специальный, как у некоторых, или же бить себя, что-то делать. Нет. На самом деле те, кто христовы, они уже распялись. Они сораспялись Христу, это уже произошло. Они должны почитать себя как уже мертвыми, потому что Христос умер за них, так и они умерли вместе с Ним, чтобы жить уже другой жизнью, жизнью обновления. Да, существует призыв к ученичеству, и каждый, каждый спасаемый по благодати, каждый обращаемый по-настоящему с этим и сталкивается, что да, и иногда само Евангелие производит разделение света тьмы, что иногда приходится человеку буквально оставлять своих домашних, своих родных, потому что происходит разделение, когда дочь будет против матери, когда сын будет против отца, когда враги человеку домашнего, это происходит, иногда происходит весьма буквально, и люди оставляют домы свои, оставляют свое окружение и следуют за Христом, но Христос прибавляет, что всякие оставившие и дома, и сестер, и братьев, и так далее, что в этой жизни получат восстократ еще больше в жизни грядущие, то есть те, которые следуют за Христом, они собственно говоря ничего не потеряли, но Христос здесь говорит так же, что отвергни себя, и вот это отвержение себя заключается не только в том, что мы говорим, вот мне бы хотелось пойти куда-нибудь пойти исполнять какие-то свои вожделения, а Бог хочет, чтобы я сделал что-то героическое для Него, и очень много историй касательно этого, я не отвергаю, что такое бывает, но самоотречение на самом деле, отвержение себя, фундаментально состоит как раз таки в том, что мы признаем, что мы не свои, Христос искупил нас, мы Его, мы Его люди, овцы Его пасты, куда Он зовет нас, и акты послушания, которые требует от нас Христос, они не настолько зрелищные как часто воспринимают люди, допустим, чтобы на самом деле продать все имение, раздать нищим, хотя Господь использовал эту притчу как педагогический урок, для того, чтобы показать молодому юноше, этому правителю, что на самом деле, на самом деле богатство его и было его Богом, но Он возлюбил его, и я и отошел с великой печали, потому что имел большое имение и так далее, я уверен, что Он конечно же в будущем обратился, как обратился потом и Никодим, которого обличал Христос в 3 главе Иоанна и так далее, кого Он любит, тех Он и обличает, но использовать это в качестве самого Евангелия, как это делает Макарту, это безответственно, это неправильно, это может свидетельствовать по-настоящему одно из двух этих вещей, либо Он знает, как обстоит дело, и трудно представить, чтобы Он вообще не сдал, человек, скорее всего, больше меня читал Писание, больше меня знает, знает столько всего, я не хочу сказать, что я знаю больше, чем Макарту, и тем не менее, говорит ложь, тогда это очень плохо, что Он так делает, либо, что Он Сам слеп, что Он также наставлен вот в этих преданиях, и хотя Он использует эти слова, но как душевный человек, Он говорит Евангелие, но под Евангелем Он понимает закон, Он говорит о благодати, но смешивает дела и благодать вместе, и делает кашу, которая уже не является ни благодатью, ни законом, а является нечто неудобовразумительным, когда говорит, истинное Евангелие это призыв к само отречению. Если истинно радостная весь Макарту состоит в том, чтобы ты отрекся, то никто этого не сделал совершенно, и ты по сей день, и, конечно же, не спасешься, если в этом твое Евангелие, чтобы ты отрекся сам от себя, мы от малейших своих вещей зачастую не в состоянии отречься. Почему Христос и говорит, без меня не можете делать ничего? Это повседневная борьба плоти и духа. Она имеет место быть. Дух враждует с плоти, и мы оплакиваем грехи свои, это все есть, имеет место быть, но это не является той радостной вестью, тем миром, который благовествует стоящий на горах Христос, который утешает народ свой, потому что он искупил его искуплением вечным. То, что делает МакАртур, почему, собственно говоря, я решил об этом говорить, потому что я уже несколько посвящал в прошлом видео, у меня нет абсолютно какой-то нездоровой фиксации на МакАртуре, но поскольку именно этот звездная фигура, этот небожитель МакАртур, поскольку он глаголит, оракульствует, и его цитаты разносят интернет, и с благоговением репостят во всех мыслимых и немыслимых социальных сетях, и с одобрением ставят лайки, и считают, что это так, это, конечно же, вызывает тревогу, потому что если люди одобряют, значит, они сами не понимают, что такое Евангелие, и им нужно вновь и вновь напоминать Евангелие, в котором есть сила ко спасению, а не в императивах, которые мы совершенно никогда не можем исполнить. Вот об этом я хотел сегодня сказать. Господь, да благословит нас, держаться истинного благовествования Христова. По хвалу, славу, благодать его. Аминь.